В прошлый раз мы говорили о том, об отцовстве, о восстановлении отцовства. Сегодня хочу продолжить эту мысль, и для нашей размышления хочу взять местописание, которое записано в Луки, 16 глава, с 1 по 9 стих. «Сказал же и к ученикам своим, и один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и призвал его, сказал ему, что-то я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимет у меня управление домом, «Копать не могу, просить стыжусь». Есть такие в этом зале? «Копать не может, просить стыжусь». «Знаешь, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом?» И призвал должников господина своего каждого порость, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». Я сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Кто знает, как это делается? Потом другому сказал, «А сколько ты должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы». Я сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во много верен, а неверный в малом неверен и во много». Тема моей проповеди сегодня, это такое необычное место Писания, но и тема моей проповеди сегодня – инвестировать во взаимоотношения с отцом. Знаете, мы живем в жизни, для нас инвестирование – это обычные процессы. Люди инвестируют в финансы или в деньги, в драгоценности, кто-то в здоровье и многие другие направления. Но Писание, в этом месте Писание говорит, что нет ничего драгоценнее, нет инвестиций драгоценнее, чем которые мы можем инвестировать в взаимоотношения. Иисус привел эту притчу, и мне кажется, что многие верующие со мной согласятся. На первый взгляд, эта притча не должна быть в Писании. Как это Иисус привел такую притчу? Обманщика поставил в пример. Что вообще все это значит? Но я думаю, что здесь идет мысль в следующем – приобретайте друзей. В жизни мы приобретаем все подряд. Мы хотим, чтобы у нас была хорошая машина, хороший дом, хорошее здоровье, хорошие детки, хорошие соседи, и все хорошее. Но Писание говорит, есть взаимоотношения, которые называются дружескими. Этот человек, который, в общем-то, нарушал или злоупотреблял свои позиции, он начал понимать, что он теряет отношения со своим господином, и он нас очень скоро обнищает, очень скоро он потеряет свой доход и вообще существование, и поэтому он сделал следующее. И вы знаете, что он сделал? Он начал строить отношения, пригласил своего соседа первого, говорит, слышишь, сколько, сколько, сколько ты должен? Ладно, наполовину. Знаю, добрый я человек. Второму чуть меньше. И, наверное, и, наверное, вот в этом и есть некое значение, чтобы строить взаимоотношения. Христос хотел, мне кажется, чтобы мы все с вами понимали, потому что Он говорил ученикам своим. Он сказал, ученики, это не было даже для людей, которые были там рядом, Он говорил ученикам о важности строить взаимоотношения. Знаете, когда люди инвестируют, они инвестируют с целью, чтобы получить большее, умножить некую прибыль, получить то, что драгоценно в их глазах, чтобы стало больше. Но как все это можно отнести о наших взаимоотношениях? Как можно инвестировать взаимоотношения? Ну ладно, деньги, это понятно. Ну ладно, еще что-то, это понятно. В тебе было 100 тысяч, стало 200. Инвестор. Молодец, хорошо получилось. Но как можно, что пользы, когда мы инвестируем в отношения? Особенно я хотел бы сегодня, чтобы мы понимали, инвестировать в отношения с Отцом. Это очень важно. Иисус об этом учил. Какая отдача, когда мы влаживаем, инвестируем в отношения с Отцом? Что мы получаем? Видите, Отец есть Отец. Он всегда любит и любит. Всегда прощает и прощает. Какой смысл? Дорогие дети, послушайте. Дорогие взрослые, послушайте. Потому что мы строим отношения с нашим Небесным Отцом. А я хочу вам сказать, что очень важно с Отцом Небесным и с Отцом Земным строить отношения, которые бы умножались и расширялись. Заметьте, что Христос говорит о Своем Небесном Отце. Да, Он говорит, что Он любящий Отец. И Он бесконечно, безгранично, бескорыстно любит каждого из нас. Но Христос говорит, если ты не прощаешь ближнему своему, то Отец Вой, Отец Ваш Небесный, что сделает? Не простит нас. А какая же любовь? Разве это любовь? Разве это любовь? Боже, как Ты нас любишь? Мы хотели бы, чтобы Ты нас любил по-нашему Господи. А по-нашему Господи мы хотели бы, чтобы в глазах Твоих мы всегда были особенными, даже тогда, когда мы поступаем неправильно. Мне кажется, друзья, идет вопрос об строительстве отношений. Приобретайте друзей. Приобретайте друзей. Дружба или отношения, о которых идет речь, это очень близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности, ценностей и интересов. Знаете, Бог любит человека всегда, и на любовь его невозможно повлиять никак. Но построить взаимоотношения с Богом, это так же необходимо, как верить в его любовь. Вы помните, есть местописание в Бытии, 27 глава, когда Исаак состарился, притупилось его зрение, он понимал, что очень скоро должен, наверное, уже отойти в путь всей земли, и он понимал, что его задачей, как отца, является благословить первенца своего наследника. И вы помните, что он говорит, пойди, сын мой, пригласил своего первенца, пойди, сын мой, возьми свою стрелу, лук, найди для меня лучшего, дичь лучшую, приди, приготовь, как ты умеешь. А зачем тебе, отец? Я хочу, чтобы благословила тебя душа моя. Разве Исаак не любил своего сына? Разве любви в его закончилась, что ему нужно было дичь или хорошая вкусная пища, чтобы все-таки в него нашлось отваги и расположение, чтобы благословить своего сына? Нет, любви в него было достаточно. Но он хотел, чтобы душа его, чтобы когда он откроет уста свои благословлять, чтобы каждая, каждая, можно сказать, вибра или каждая клеточка его души, она благословляла своего сына так, чтобы эти благословения, они по-настоящему исполнились в ее жизни. И поэтому он говорит, слышишь, повлияй на мою душу, как-то расположи меня. И я смотрю, отцы улыбаются, вот бы так, сыновья и дочери бы так угощали бы. Папа, благослови, помолись за меня. Вот дичь, которую я тебе приготовил, было бы здорово. Но в этом есть некий смысл построения отношений с нашим Небесным Отцом. Об этом говорил Христос. Поэтому я хотел бы поговорить о нескольких моментах. Первое, что взаимоотношения или мы можем инвестировать в сердце Отца. Первое, через доверие. Доверие. Потому что доверие строится на верности. И Христос говорил ученикам своим, когда Он привел эту притчу, Он говорит, первое, что важно для вашего Небесного Отца, первое, что важно для вас, чтобы вы были письмом, как сегодня брат Николай проповедовал, вас должна быть верность. Верность. Что такое верность? Верность – это стойкость и неизменность в своих чувствах, отношениях, в исполнении обязанностей и долга. В этом заключается наша верность. Поэтому Бог, построивший с нами отношения, призывает, чтобы мы доверяли Богу. И мы очень много слышим проповедей, в Писании очень много написано, вещей, нам нужно доверять Богу, потому что отношения, которые мы можем построить с Отцом, отношения, которые принесут твою жизнь, как инвестиция, как огромнейшее благословение, это когда ты будешь доверять Богу. Доверяй Богу, потому что Он верен. Мы можем сказать «Аминь». Бог верен. Когда мы не доверяем Богу, мы не можем построить с Ним отношений, инвестировать в отношения, в Его сердце, чтобы в твою жизнь пришла полнота благословений, я хочу сказать вам, что Он уже заговорил с нашим сердцем, чтобы помочь нам, чтобы нам доверять Богу, Он уже все сделал. Смотрите, что Он сделал. Первое, Он говорит нам через свое творение. Когда вы выйдете сегодня, будете ехать домой, каждое дерево, каждый цветочек говорит вам о том, что Богу можно доверять, Богу нельзя не доверять. И Христос говорил, посмотрите на птиц небесных, посмотрите на лилии, посмотрите на их одежки, люди, посмотрите, Бог их одевает, Бог их одевает. Для нас это слово о доверии Отцу, Отцу небесному можно доверять. Аллилуйя. Если колеблющий цветочек, который движет ветером, красиво одет, это голос тебе, Отцу можно доверять, потому что Он хочет, чтобы ты инвестировал в Ее отношения своим доверием. Его Слово. Знаете, нам, мы держим в руках эту священную книгу, Бог позаботился, чтобы Его Слово говорило о том, что Богу можно доверять. то, что Он говорил в начале этой книги шесть тысяч лет тому назад, исполняется сегодня. Это только для одной причины, чтобы ты и я мог построить с Ним отношения, инвестировать в Его своим доверием. Аллилуйя, Господу, слава. Его природа, божественная природа, говорит о том, что Ему можно доверять. Библия говорит, что в Нем нет даже тени перемен. Аллилуйя. Если Он вчера сказал тебе, что Он даст тебе, Он не передумает на утро. Если тысячу лет назад Он сказал, что благословит тебя, этого достаточно, потому что Он не передумает. Мы иногда с Богом ведем себя так, как муж с женой. Или дети с родителями, или сосед с соседем, или босс со своим работником. Знаете, почему моя жена почему-то часто хочет слышать, что я ее люблю? Она боится, что я передумаю, наверное. Женщины, вы, наверное, больше всего боитесь, поэтому я шучу, шучу. Но мы построены таким образом, что мы боимся, чтобы не передумал, надо скорее забрать, а вдруг передумает. Бога нет такого. Поэтому то, что он сказал 3000 лет назад, 5000 лет назад, оно остается точным, потому что Бог не передумает, у него нет тени перемен, и это говорит о том, что ему можно доверять. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Господу. Иисус Иисус последней точкой, потому что люди не видели Бога верности, почему-то не заметили в природе, не заметили в Его Слове, не заметили в Его природе, поэтому на землю пришел Иисус Христос. Он стал для нас ярким отображением Его верности. Аллилуйя, все, что Бог говорил о нем, исполнилось. И когда Христос ишел на смерть, вы помните Его слова, которые записаны сотни лет до Его рождения на землю, ты не оставишь души моей, ваде не оставишь, не дашь тление телу моему. Аллилуйя, Аллилуйя. Это Слово Божие для тебя, это знак Божий для тебя, это послание Божие для тебя. Бог верен, Бог верен, Бог верен, Аллилуйя. И мы знаем на третий день, на третий день, ничто и никто не смогли удержать Иисуса. И это знак, что Он верен. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Но Бог, Слово Божие призывает нас возвратить верность Господу. Наше строительство отношений или наше инвестирование в сердце Бога, оно не только основывается на нашем отношении доверия к Нему, но Слово Божие говорит, что верный в малом и во многом верный, и неверный в малом, неверный и во многом. Иисус Христос говорит с учеником «Знаете, как смотрит на вас Отец, если Он находит в нас неверность, для Него это неверность». Как мы можем инвестировать нашу верность в сердце Бога? Чтобы получить благодать, большую благодать, чтобы Бог беспрепятственно наполнять нашу жизнь благословением, что мы можем делать, как инвестировать в сердце Отца? Я хотел бы поговорить с вами сегодня об этом, о некоторых практических вещах, как мы можем это делать. Первое, нам нужно понимать, что для того, чтобы инвестировать в сердце Бога, может, это слово такое, кому-то наколит сейчас слух, но я специально использую это выражение, чтобы как-то провести, объяснить то, что говорит для нас Библия. Нам первое, что нам нужно научиться, нам нужно установить тайную связь с сердцем Отца. Еще раз хочу сказать, каждый из нас, Христос, когда пришел на землю, Библия говорит, что Он был верен во всем. Христос, будучи на земле, демонстрируя с позиции Сына, Он оказался верным Ему во всем. Он знал, что Бог верен Ему, и теперь моя задача оказать Ему верность. И Он это сделал во всем. Но Писание говорит следующее, чтобы Христос имел тайные связи. Поэтому первое, для того, чтобы нам инвестировать, нам коснуться сердца Бога, нашей верностью, нам нужно понимать, понимать глубину тайных, сокрытых отношений, которые имеют твое сердце и его сердце. Исайя 53 главы написано, Он взошел пред Ним. Люди думали, что Христос ходил пред Ними, но позиция, одна из миссий Христа на земле было взойти пред Ним, пред Отцом Своим. Люди не видели в Ном вида величия, красоты, силы, но Бог видел красоту, величие и силу верности Своего Сына. Аллилуйя, Господу, слава. Давайте мы прочитем этот стих, это место описания немножко дальше. Верный в малом, Луки 16 глава 10 стих, мы уже читали этот стих. Верный в малом и во многом верен. И неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одному будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усествовать, а другого не народить, не можете служить Богу и мамоне. Итак, несколько практических вещей. Первое, мы должны понимать, для того, чтобы иметь тайные отношения. Что имея в виду тайные отношения? Помните, Христос говорит, если ты молишься, не будь как лицемер, не будь как люди, которые молятся на перекрестках, на улицах. у нас сейчас этого нету, но это было религиозное общество, там все должны были молиться, и поэтому люди были набожные, вдруг идет, 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 и его стал там, где больше людей, как он там поднимал руки, или как молился, мы не знаем, и громко молился. Христос говорит, не делайте так, приди к Отцу Твоему, Который в тайне. И вот эти слова являются основой тайных отношений. Скажи Богу, Который в тайне, есть Бог, Который есть в тайне, у моей жизни есть Бог, Который есть в тайне, есть Он явный, Я его исповедую, но есть тайные мои, личные мои, сокрытые мои отношения с Ним. У Христа с Отцом Своим были отношения в тайне. Когда Он брал хлеб и преломлял, там проявились отношения, которые имел Христос в тайне. Поэтому первое, мы должны понимать, что мы можем принести в этом отношении личных отношений верность в малом. Мы все с вами считаем, что мы не заслуживаем особенных каких-то позиций в служении, призвания в служении, но что-то тебе дано. И вот это то, что тебе дано, принеси в тайне. Пусть Бог знает, пусть Бог знает. что ты выполняешь это служение верно для Него. Чтобы вам было больше понятно, не буду я, это не есть как хвалиться, но я расскажу, как было в моей жизни. я был, как многие верующие, ходил в собрания, нормальный был верующим, считал себя нормальным. Но однажды мне попросили или поручили заниматься звуком, миксировать звук, не было никого. Мы перешли в американскую церковь, там нужно, я вообще в этом не разбирался, учился, но я всегда делал. Я должен был быть на будни, утром, воскресенье, порядок там, там не было, так что пришел, включил кнопки и поправил микрофон. Там надо было каждое воскресенье утром все выставить после собрания, смотать все провода, все микрофончики, чтобы сцена была это самое. Вы думаете, как, это было нравилось? Ну, вот во время собрания, может, нормально было, но в моем сердце было одно, Господи, я для Тебя буду делать это самым лучшим образом. Я делал это четыре или пять лет, и я хочу вам сказать, что я старался ни разу не опостать, ни разу не подвести, не потому, что мне после собрания скажет кто-то, Саша, ты молодец. Мне очень хотелось заговорить с моим отцом в тайне. Господи, жена, детки маленькие, вот так, надо со мной раньше проезжать, долго меня ждать. Но это было в тайне. Малое, что мне разрешили, малое, что стало привилегией для моей жизни, но этим малым я хотел коснуться не людей, но я хотел сделать самым лучшим образом, чтобы те, кто поют, им было хорошо, те, кто проповедует, было хорошо, но это не была главная моя задача, моя главная задача, Господи, я хочу остаться в Тебе верен, я сделаю все, что могу, и лучшим образом, как могу. может, поэтому я сегодня и дано мне больше, мне расставлять микрофон, но я вам говорю сегодня честно, Бог свидетель о этом, я хочу, чтобы вы понимали, если мы хотим, чтобы Бог открыл для нас больше источники, важность малого, второе, верность в неправедном, Христос заговорил здесь о богатстве неправедном, Он даже сказал, что сыны века этого, они догадливые, чем сыны света, сыны света, иногда мы настолько ослеплены светом, что мы порой даже не думаем, но Христос говорит, есть богатство неправедное, и в этом ты должен оказаться верным, у правителя, этот управитель, он поступал неправильно, Христос его не поддержал, он поддержал его находчивость, чтобы делать себе, строить отношения, которые ему помогут, но Христос говорил ученикам, если ты хочешь коснуться сердца своего отца, если ты хочешь инвестировать в сердце отца, если ты хочешь прийти и оказаться в глазах и в сердце твоего отца, чтобы отклик сердца был на твои поступки, то в богатстве неверном будь, верен, если ты хочешь, чтобы дали тебе истинное богатство, которое приходит только от Бога, то вот этих финансовых жизней, жизней материальной, жизней всего, что живет этот мир, где дописывают и отписывают, окажись верным, Христос говорит, верный будь, потому что если ты неверным, не можешь оказаться верным, кто разрешит тебе, кто доверит тебе, не можете на это сказать аминь, 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 на пользу, на благословение истинного, если ты в это веришь, скажи аминь, третий, это верность чужом, верность чужом, в своем почти все мы оказываем верность, место, где мы живем, мы его убираем, чистим, чтобы нигде не было грязно, не поцарапано, чистенько, машиночку свою гладим, моем, чистим, лучшую покупаем, паркуем так, чтобы ее никто не ударил, а вот в чужом, а вот когда приходишь в церковь, ты так же, ты вроде бы, вроде бы это и наш, но это и не наш, ты так же заботишься об этом имении, как о своем домашнем, а Писание говорит, ты хочешь коснуться сердца отца, хочешь впечатлить сердце отца, позаботься о чужом, будь верен в чужом, нам легко раздавать чужое, нам легко не беречь чужое, мы вообще иногда, пусть даже огнем все горит вокруг нас, нас, как будто мы своем и заботимся, но Бог говорит, если ты хочешь, если ты хочешь коснуться меня своей верностью, быть, будь верен в чужом, будь верен в чужом, будь верен в чужом, шел, посмотрел на карпете, кто-то разлил вот здесь маленькое пятнышко, подумал бы, вот кто-нибудь так дома разлил бы, и пусть там кто-то очистит, верность в чужом, а если бы тот, кто разлил, пришел в понедельник, взял тряпочку, сказал, Господи, Господи, мои, это не для пастыря, это не для администратора церкви, это не для братьев и сестер, это я верен в чужом, верен в чужом, это впечатлит сердце, Отца Твоего, это верность, и последнее, это верность в служении, никакой слуга не может служить двум господам, это слова Иисуса, одному будет не радеет, другому будет усердствовать, Христос говорит, если ты не усердствуешь для Господа, значит, ты не радеешь для Господа, и ты не являешься верным для Господа, твоя верность не имеет, не имеет оснований впечатлить сердце Отца, открыть его сердце к тебе больше, это Божьи принципы, это Божьи святые принципы, и поэтому я хотел бы, чтобы мы на них не просто послушали, но проверили свое сердце, я хочу вам сказать, что именно на этом строится христианство, которое незыблемо, все, что строится, все, что строится на неверности, оно однажды будет разрушено, потому что Писание говорит, Бог говорит, я еще раз поколеблю не только землю, но и небо, чтобы осталось непоколебимое, поэтому дорогие братья и сестры, мы будем сейчас молиться, я очень хотел бы, чтобы Дух Святой привел нас в размышления, потому что Богу можно доверять во всем, Богу можно уповать на Него, Он Отец наш, Он лучший Отец, Он печется, Он греет, Он питает, Он Отец, который сложно постигнуть нашему разуму, но Он Отец, которому Иисус говорит, нужно с Ним построить дружбу, для того, чтобы сердце Его не имело препятствий к тебе, нам нужно построить с Ним отношения, инвестировать в Бога, и это это тебе придет в благословение, Аллилуйя, это будет для тебя самым славным благословением, первое, что мы можем сделать, это коснуться сердца Бога, построить тайные отношения с Ним на уровне нашей верности, верен в малом, верен в неправедном, верен чужом и верен в служение, это слова Иисуса. «Благословение»